Ну и где вы ходите? Я молюсь за вас, а вы где-то ходите. И вот заведующая пришла и сказала, не беспокойся, твоей Кирилл и Мефодий в порядке. Монахи, монахи, монахи. Он поднял руку, я вас благословлю, и сделал такую паузу, что мы вот так сердце ёкнуло, сейчас скажет монастырь. Ну и кто из вас двоих будет архиереем? Дорогие братья и сестры, как вы знаете, у нас на библейском портале «Экзегет» есть особая рубрика, посвященная пастырем церкви. Тем, кто вот уже в земной жизни он явил такой образ удивительного христианского благочестия. Мы вспоминаем старцев, старец, подвижников, наставников духовных. И в том числе и ныне здравствующие пастыри делятся своим жизненным опытом и опытом духовной жизни. И вот сегодня у нас совершенно удивительная такая встреча. С нами беседует епископ Кирилл Зинковский, ректор Московской духовной академии, векарь святейшего патриарха московского. Ну, владыка, мы очень рады, потому что знаем, что вообще архипастырем очень тяжело найти свободное время для того, чтобы побеседовать. Ну, вот я сподобился такой вот милости Божией, тоже вот участвую в службах и вижу, с каким сердечным теплом вы обращаетесь в проповедях к людям. И поэтому мы вот решили, чтобы вы ко всем нам, ко всей нашей аудитории тоже как-то обратились со словом. И для нас, конечно, прежде всего очень интересно, вот как вы вообще пришли к своему служению, как вы стали монахом, да, как вы посвятили себя Господу. И с какими духовными людьми вы на этом пути встречались. Потому что вот есть вот некоторая уникальность в вашем пути, я заметил, вы же, у вас же брат родной, близнец, отец Мефодий. И получается так, что вы два вот родных брата, и причем оба пришли в монашество, да, конечно, может быть, мама изначально так даже не предполагала, что такое будет путь. А потом вы еще ведь учились, окончили политехнический институт, то есть такое учебное заведение, которое обращено больше к изучению материи, того, что можно пощупать, потрогать. И все-таки вы обращаетесь после этого всецело к духовному пути. Вот могли бы вы хотя бы немножко рассказать про свой жизненный путь? Да, очень. Я рад возможности побеседовать, немножко поделиться своим опытом и теми вдохновляющими примерами, которые Господь послал на земном пути. Действительно, ну, возможно, для нас это может быть не такое большое чудо, что мы как-то вместе пришли к решению сменить жизненный путь, потому что, в общем-то, по жизни мы с братом всегда были очень единомысленны. На удивление, я бы сказал, что это не наша какая-то заслуга, это просто такой дар Божий, что мы практически никогда в детстве и в юности не ссорились. Ну, а мало того, что не ссорились, у нас какие-то были общее такое времяпрепровождение, общие какие-то идеи о том, для чего жить, и как провести просто какое-то отдельное время свободное, и в то же время мысли о том, как-то направить, куда направить свои стопы, чему посвятить свое жизненное служение. Как-то мысль именно о служении у нас была с юности, хотя семья у нас была не церковная, но вот, наверное, та еще советская эпоха, когда мы воспитывались, она все-таки вдохновляла человека на какое-то общественное служение, на какую-то высокую цель жизни, не ради просто самого себя. Такие примеры хороших отечественных фильмов, книг, героев Великой Отечественной войны. Дедушка наш, можно смело сказать, был по линии мамы героем Великой Отечественной войны. Когда вот читаешь его подвиги, сейчас на сайте Министерства обороны доступно описание, за что человека наградили, ты думаешь, это же надо как было, какой иметь силу духа, чтобы совершить то, что он совершил, хотя сам он, надо сказать, почти ничего не рассказывал. Он служил в моторизованной разведке и брал языков, но почти ничего не рассказывал. Сказал, что это очень тяжелый опыт, пускай он останется со мной. Ну вот, конечно же, следующий этап, это этап учебы в высшем учебном заведении. Хотя оно, конечно же, светское было. Профессора там учили во многом думать, как-то размышлять. Часто звучало такое, что правильно сформулировать задачу, проблему, это наполовину ее решить. Или, в общем-то, пример этих даже светских людей, профессоров, ученых, он подчас поражал, как люди готовы посвятить огромное свои силы, время на изучение каких-то проблем научных. Ну и, в общем-то, сама идея развития науки, она тоже была посвящена все-таки развитию отечественного, скажем, конечно же, там были задачи, связанные с военно-промышленным комплексом, ну и просто с развитием промышленности страны, а значит, и благосостояния народа. Хотя в то же время, когда мы учились, началась так называемая перестройка, которая привела к брожению умов, и стали появляться различные протестантские проповедники, стали возникать споры о том, как жизнь общества должна быть куда направлена. Во многом были сметены те какие-то установки советского времени, взамен не было предложено ничего, каких-то высоких целей не было предложено. В общем-то, заработок был поставлен на первое место для людей, свой карман, личное благополучие своей личной семьи и не более того. Ну, можно сказать, что на нас с братом многое что повлияло. Конечно, и воспитание в семье, хотя оно было не церковным, но та любовь и забота, которой мы были окружены от лица родителей, она, конечно, сыграла свою роль. Трудно понять, как человек... Намного труднее человеку приходить к размышлению о том, что Бог, Отец Небесный, есть любовь, если он не почувствовал этой любви от своих собственных земных родителей. Также вот эти общественные изменения. Кроме того, бабушка наша, Царствие Небесное, была человеком верующим. Она подарила нам несколько книг Федора Михайловича Достоевского, его братья Карамазовы, особенно легенда о великом инквизиторе, помню, особое впечатление произвела, потому что в ней рассказывается о плане благоустроения общества, но не со стороны коммунистических идеологов, а римокатолической верхушки, которая, в общем-то, в чем-то напомнила желание устроить на земле рай со стороны идеологов коммунистического, такого светлого будущего. В общем-то, чтение, безусловно, во многом помогло нам. Я думаю, что благодаря именно чтению, особенно Федора Михайловича Достоевского, который сам прошел через путь сомнений в вере, даже отрицания веры, а затем во всех его сущенениях красной линии проходит мысль о том, что жизнь без Бога, без веры в Бога бессмысленна. Все любые высокие нравственные ценности могут быть отвергнуты, если нет этого духовного фундамента веры, в то, что они основаны, они даны Богом. И человек должен ответить за свою жизнь по окончании земного нашего пути. Владыка, то есть получается, что веры в Бога специально не прививал никто, хотя был пример бабушки. Я еще поясню, что это ведь город Ленинград тогда был, сейчас Санкт-Петербург. Да, но, конечно, город и революция, как мы понимаем, город революция, и там, конечно, старались держать, наверное, вот эти устои атеистические. Да, можно смело сказать, что мы, в общем-то, успели побывать и пионерами, и комсомольцами, и, честно говоря, относились к этому серьезно. Хотя мы не были активными какой-то общественной деятельностью, но нам казалось, что это что-то высокое, важное и в каком-то смысле священное. Священное. Призвание человека не просто жить для себя, а для общества, для народа, для Отечества. Конечно же, это все было разрушено во время перестройки через многие критические материалы, через материалы, в том числе о том, сколько людей пострадало во времена гонений. Да, вера в Бога нам никем так вот активно явно не прививалась. В общем-то, мы к ней пришли с Божьей помощью, через, скажем, чтение, через размышления о смысле жизни, больше через чтение. Потом в руки нам попадает и Евангелие. Я не знаю, как бы я воспринял Евангелие, если бы вначале не задумывались, ли мы с братом об этих вопросах, немножко более философски, через творение того же Федора Михайловича Достоевского, некоторых философов, через размышления профессоров, которые преподавали. Хотя о вере в политехническом тогда институте, сейчас в университете, напрямую практически никто не говорил. Но все-таки это было время, когда стали открываться храмы, в том числе храм, который был освящен до революции, при общежитии политехнического университета. В то время, когда мы обучались, это было еще помещение военной кафедры, и там стояла такая маленькая пусковая ракетная установка рядом с алтарем. Но и в наше же время, когда мы учились, это помещение передает храму, и мы даже немножко там успели потрудиться, немножко, но чуть-чуть помогали в восстановительных работах, и были на первой литургии, когда в начале 90-х была первая после длительного перерыва божественная литургия в этом храме. Ну и, конечно, очень сильно на нас повлияла встреча с нашим духовным отцом, протереем Иоанном Мироновым, который нас и крестил, и как раз, когда мы были на первых курсах политехнического университета, и стал духовным руководителем. Его такой светлый образ, человека, который с большой любовью принимал всех приходящих, такое сильное впечатление произвел, что хотелось вернуться в храм. Надо сказать, что не сразу мы стали ходить регулярно, но через несколько месяцев после принятия с того крещения периодически за это время вспоминали о батюшке, когда вернулись, он сказал, ну и где вы ходите, я молюсь за вас, а вы где-то ходите. С того времени мы стали уже ходить постоянно и получать от него духовное окормление. То есть он проявил внимание. Ну, конечно, вот мне вообще очень интересно, как, ну, в принципе, вы про это рассказали, получается, что вы с братом вместе как бы обсуждали вот эти сущностные вопросы бытия, да, да, и как Евангелие вам сразу обоим стало приоткрываться, и вы вместе пошли, как неразрывно друг от друга, духовно. Да. Потом вот встретились как раз с отцом Иоанном, и, видимо, как вот еще есть такая вот мысль, что человек к Богу тогда обращается, когда он в лице другого человека как бы увидел, ну, отображение лика Христа, да, вот как образ, вечность, образ небесного царства, и это уже производит неизгладимые перемены в твоей собственной душе, и тогда мы уже начинаем как-то вот по-новому осмыслять. Да. Я могу сказать так, что к вере во Христа мы все-таки пришли во многом именно через чтение, в том числе Евангелие, жития святых стали появляться, а вот именно к церковной жизни, первые шаги в церковной жизни, я думаю, было бы невозможно сделать, если бы мы не встретили такого духовного наставника. Ну и, конечно же, и опыт молитвы, и опыт именно участия в таинствах церкви, он стал возможным именно для нас, именно благодаря вот духовному наставнику, потому что я помню, как я еще утвердившись в вере именно христианской, надо сказать, что мы размышляли о других верах, как-то сравнивали, для меня стало еще какой-то вопросом таким, а что же такое церковь, а как, вот как соотносится Христос и церковь, может, одно ли это и то же, или это не совсем одно и то же. Я помню такой вопрос в своем сознании, который я думал, что надо как-то это вот понять для себя, что это, как я к этому отношусь, и что это такое. Ну вот такой практически и очень реальный ответ был дан в образе духовного наставника, который действительно несет по жизни такой очень яркий образ умного пастыря, который очень любит Бога и очень любит своих прихожан. Это подчас, в первые какие-то встречи иногда заходил даже такой помысл, явно не от Бога, что это не может быть правдой. Человек не может так любить. Это невозможно. Просто весь предыдущий опыт жизни, не встречаясь с такими людьми, с одной стороны ты изумлялся и вдохновлялся, но в то же время появлялось искушение, а может ли это быть правдой? Это не какое-то, не игра ли здесь какая-то, но понятно, человек каждый исходит из своего опыта, не имея в себе такой любви, подчас люди искушаются вот таким помыслом, что называется слева, но сама жизнь и такое вот длительное служение в духе любви, оно свидетельствовало, что невозможно так играть, это просто нереально. Да и даже сердце подавало весть, что ты чувствуешь, что человек искренний, что это не какая-то постановка. И когда это подтверждается и личным опытом, и внутренним ощущением, и опытом многих-многих людей, а затем еще удавалось прикоснуться к случаям, когда ты видел, что действительно через духовника Господь открывает какие-то вещи, которые по-человечески знать невозможно, то здесь просто уже не оставалось места для лукавых сомнений, а только для такого благовейного благодарения Бога за эту встречу и следования тому пути, который он дает своей жизни, как пример. Пример незлобия, пройдя сквозь тяжелые испытания советского времени, гонений на семью, потому что его папа отказался вступать в колхоз. Вся семья была брошена в лагерь такой, на Синявинских болотах, где погибло четыре брата и одна сестра. Выжил только он и еще одна сестричка. Потом тяжелые годы войны, тяжелые годы хрущевских гонений. Как отец Айян часто говорит, в этой жизни все надо вытерпеть. Я, говорит, много претерпел я и мои близкие и от чужих, и от своих, и даже от своих. Говорит, от своих, конечно, тяжелее, но все надо перетерпеть. И вот он, подчас мы так как-то формулировали с братом, что у отца Айяна какой-то духовный фильтр, что он забывает плохое, помнит только хорошее. Если так вот прислушаться к его словам, я плохих людей в жизни не встречал, то можно сказать, ну, простите, это неправда. Но это не может быть правдой. Из-за этих плохих людей умерли твои близкие, твои братья, сестра. Ты видел плохих людей на войне, из-за которых погибли миллионы. Ты видел плохих людей, которые жестоко гнали церковь. И в то же время вот такие слова, в которых он, не лукавя, говорит о том, что он собирал в жизни все то самое лучшее и светлое, что Господь посылал на его пути. И он говорит, а я никогда не был антисоветчиком. Я никогда не был антисоветчиком. Хотя многие люди и сейчас-то вот испытывают этот дух какой-то жесткой неприязни к советскому периоду, но нельзя советский период обобщать на все население страны того периода. Были исповедники, были мученики, были просто честные труженики, которые трудились на благо Отечества, были защитники Родины. И попытка смешать их как-то с грязью, и сказать, что тогда были только гонители и такие мученики, которых иногда даже сейчас представляют в виде мучеников таких бессмысленных. Вот в частности есть такое течение даже среди некоторых священников наших православных. На мой взгляд, они очень сильно уклоняются от истины. Говорят, что в Великую Отечественную войну наши предки, деды и отцы и прадеды пострадали, можно сказать, ни за что, ни про что. Не Христа ради. Потому что они были без веры и погибли они в результате столкновения фашизма с коммунизмом. Такие жалкие жертвы, как один из писателей назвал свой роман «Проклятые и убитые». Но это неправда. Мы знаем, что духовный наставник нашего духовного отца, преподобный Серафим Вырезкий, который общался с огромным числом людей в 20-е, 30-е, 40-е годы, он же сказал фашистским немецким офицерам, пришедшим к нему, что вы в этой войне проиграете, потому что наш народ православный. Он, как никто, знал, работая, как говорят, на земле, на земле душ человеческих, судеб человеческих, что кто сидел в окопах, кто защищал нашу Родину. Да. Отец Иоанн Миронов, он, конечно, исповедник веры, и он лично знал святого Серафима Вырезкого. А может быть, запомнилось, вот как отец Иоанн рассказывал о нем, о преподобном Серафиме Вырезком? Отец Иоанн с большой любовью всегда рассказывает об отце Серафиме, с простотой, с любовью, говоря, как он после увольнения из армии, ему пришлось послужить и застал последние годы войны, и после войны еще послужить, и желая поступить в духовную семинарию, тогда в Ленинграде, ему подсказали, что есть такой старец, ты возьми благословение. И он съездил к отцу Серафиму и с тех пор стал ездить к нему регулярно. Говорит, каждый раз, приходя к нему, ты чувствовал какую-то невыразимую даже человеческим языком любовь, свет, Христов. И в то же время, вот она невыразима была человеческим языком, а в то же время старец подчас задавал самые простые вопросы. Ну, как вас там кормят? Как здоровье у тебя, Ванечка? Как твои близкие? И вот такие вопросы может задать и любой человек, даже не святой, не молитвенник. Но, безусловно, за вот этими простыми словами стояла святость души отца Серафима Вырецкого, который молитвенно ходатайствовал за каждого приходящего. И Господь ему открывал, безусловно, очень многое. Самый первый приезд тогда еще Ваня Миронова совпал с приездом двух других пастырей, очень известных в нашей митрополии, отца Анатолия Малинина и отца Василия Ермакова. Но тогда они были еще не отцами, а студентами духовной семинарии. И Келеница, выйдя из домика, пригласила семинариста и заходите. Ну, а Ваня тогда Миронов, он еще не был семинаристом, он не зашел. Она выходит, батюшка говорит, что три семинариста. Матушка, я еще не семинарист. Ну, значит, будешь, заходи, заходи. И вот так впервые тоже было такое, первая встреча с отцом Серафим была связана с таким прозрением, что он будет все-таки семинаристом, хотя, надо сказать, что образование его было просто минимальное, потому что и высылка из родной деревни на Синявинские болота и война. Ясно, что он курс среднего образования школьного не получил. У него даже не было многих бумаг. Папа был заключен тоже сначала в тюрьме, потом в ссылке. Детей, как тогда говорили, врагов народа, зачастую никуда не пускали. И много было внешних факторов, которые вполне могли воспрепятствовать тому, чтобы его приняли в число воспитанников. Тогда студенты семинарии назывались воспитанниками, а студенты академии студенты. Соответственно, отец Серафим тоже предсказал и тогда Ване, ты будешь хорошим воспитанником и хорошим студентом. А тогда Ваня подумал, ну, ой, студентом, да мне бы хоть бы семинарию-то окончить, а уж духовную академию, как мне это осилить. И надо сказать, что ему было трудновато учиться в духовной академии, но все-таки он ее окончил, усердно занимаясь и имея поддержку и благословения отца Серафима Вырезкого и своих однокурсников, среди которых был в том числе преснопамятный владыка Иоанн Снычев, тогда был еще и ромонахом Иоанном. Он его поддерживал, что нет, Ванечка, надо доучиться, справишься, все получится. Получается, что отец Иоанн Миронов вот этот вот свет или частицу света воспринял от преподобного Серафима Вырезкого и тоже пронес через всю свою жизнь, его чадом передавал. Но я тут приоткрою, что когда прославлен же был уже в наши дни фактически преподобный Серафим Вырезкий, то вы с братом как раз написали службу, праздничную службу, посвященную преподобному Серафиму Вырезкому. Да вы собственно ведь потом и служили, но мы немножко так вот перескочили, вы же там в Вырезках потом служили. Ну вот отец Иоанн получается, что он как восприемник тоже духа святого Серафима Вырезкого. Да, это ощущается, потому что действительно, когда читаешь воспоминания об очке Серафиме Вырезком, надо сказать, что я многим советую знакомиться с житиями и наставлениями, и тут вам честь и хвала, что вы тоже знакомите своих слушателей с житиями, жизнеописаниями прославленных, непрославленных подвижников благочестия, живших недавно. Ведь вот мы представьте себе, если бы мы пришли на прием к отцу Серафиму или к какому-то другому святому подвижнику, ну сколько бы он мог нам уделить времени. А собирая воспоминания многих и многих, мы получается такой воспринимаем, можно сказать, объемный такой, очень глубокий образ этого святого, который проявлялся в различных ситуациях человеческих жизненных судеб, как он реагировал, этот подвижник, на ту или иную проблему, ситуацию. Мы можем глубоко познакомиться с этой святой личностью, и это огромное сокровище, которое укрепляет нашу веру, укрепляет наши силы следовать на нашем жизненном пути, дает нам какие-то примеры мудрости, как поступать в разных ситуациях. И действительно, бачка Иоанн вот это подчеркнул отца Серафима, пронес по своей жизни, передает своим чадам, своим знакомым, и в свое время он тоже получил дар такого, скажем, откровения, хотя не каждое слово его пророчества, но подчас он говорит такие слова, которые потом открываются, ты даже знаешь что-то кажется лучше, а оказывается, что лучше знает старец. Маленький пример, будучи уже не помню студентом или уже преподавателем Духовной Академии в Петербурге, я помню, как ты задал отцу Иоанну вопрос, бачка, там вот есть такой священник, и там вот с ним такая ситуация, вот как в ней быть? Я сейчас даже всех подробностей сам уже не помню, ну и отец Иоанн говорит, а ты скажи ему вот так-то и так-то, и я про себя думаю, ой, ну так сказать, у него характер не очень простой, и вот такие слова он воспримет как какое-то искушение будет, и он будет наверняка очень недоволен, и я, честно говоря, несколько дней этого не говорил, и даже думал про себя, приходила мысль, наверное, это очень мудро, потому что бачка-то не знает этого характера, а я-то знаю, а еще, если, не дай бог, он поймет, что я-то что-то проконсультировался у отца Иоанна, он может еще на него какой-то негатив перенести, и казался я себе таким мудрым и правильно рассуждающим, а потом пришел помысл уже явно от бога, и первые были не от бога. Ну и что ты скажешь духовнику, если он спросит, ты сказал ему это? Скажешь, нет, бачка, я мудрее вас, я тут понял, что вы что-то не то сказали. Думаю, ну, как говорится, уж как бог даст, надо послушание выполнить. Подошел и сказал, что было благословно, реакция была совершенно не так, как думал я, но это ведь было правда, вот по фактуре, так сказать, я знал этого человека в разных ситуациях. Отец, он о нем первый раз слышал, он был достаточно такого возраста, они не пересекались по жизни, моложе намного отца Иоанна, и по всем вот таким вот внешним факторам казалось, что прав я, но оказалось, что прав духовник, а не я. Я на самом деле очень обрадовался, подумал, как хорошо, что я выполнил послушание, и вместо того, чтобы думать о себе, что я мудрый, я теперь буду думать, что я глупый. Я могу ошибаться и очень сильно ошибаться, надо доверять не себе, а духовному наставнику, а так бы у меня была бы мысль, что я должен не всегда доверять. Есть какие-то ситуации, когда надо свою какую-то мудрость проявить, якобы мудрость, которая на самом деле мудростью не является. Владыкой, вот вы с братом стали посещать отца Иоанна Миронова, и потом как вот, сразу же, когда вы пришли в церковь, уже тут же и родилось желание монашества, или как-то по-другому? Надо сказать, что да, практически сразу, да. Наверное, вот с жития святых, наш такой вот возвышенный настрой как-то служить отечеству, он перешел в желание служить Богу, как-то, примеры Серафима Саровского, Сергия Радонежского, преподобных, старцев Оптинских, плюс вот это наше такое, какое-то маленькое наше братство такое, да, мы как-то размышляли о том, что можно, конечно, стать женатыми священниками, но как-то, наверное, правильнее будет, как вот мы вместе, так дальше по жизни вместе идти, не разменивать наше единство на какие-то другие союзы, тем более, что все-таки монах, он имеет больше времени на паству, здесь и пример, конечно, бачки Серафима Вырезкова тоже сыграл свою роль, ну, также отец Анат нас периодически посылал к старцу Николая Гурьянова по каким-то самым важным жизненным вопросам. Честно говоря, у нас было внутреннее желание просто уйти в монастырь какой-то, но отец Анат монахи должны быть ученые, идите в духовные школы, семинарию сначала, потом мы после семинарии хотели уйти в монастырь, он сказал, они теперь в академию. Это отец Анат или? Отец Анат Анат Ну, каждый раз он говорил, ну, съездите еще к отцу Николаю и благословитесь у него. Отец Николай всегда говорил, так исполнять то, что сказал отец Анат. Но один раз он немножко над нами, по-моему, подшутил, потому что мы так сформулировали вопрос, что хотели все-таки получить немножко свое. И вопрос звучал так, батюшка Николай, отец Анат хочет, чтобы, благословляет, чтобы мы пошли в духовную семинарию, а мы бы хотели пойти в монастырь. И отец Николай немножко так, чуть-чуть, мне кажется, может, не совсем правильное толкование, но я это воспринимаю как чуть-чуть, как будто подтрунил над нами, подшутил. Он поднял руку, я вас благословлю и сделал такую паузу, что мы вот так сердце ёкнуло, сейчас скажет монастырь. Потом слушаться отца Анат. Да, да, да. Да. Так что очень благодарны, что батюшка послал к отцу Николаю, не потому даже, чтобы прямо подтвердить его слова, я думаю, что мы бы и не ослушались бы никогда отца Анат, слава Богу, по милости Божией, но просто знакомство с ещё одним подвижником, молитвенником, который известен на всю Россию и который тоже весьма был прост, его наставления были часто очень простыми. Он мог часто сказать, ну, благодарите Господа за то, что православные и кажется, и внутренняя мысль бывало возникала, ну, благодарю Бога, вроде это и так понятно, что здесь такого непонятного, а потом при себя думаешь, ну, наверное, ты всё-таки мало благодаришь, ты не до конца осознаёшь этот дар, и это благодарение, оно такое, часто бывает пассивное. Вот встреча с Сом Николаем, были, конечно, какие-то вещи личные, которые, может быть, не все можно рассказать, но в том числе он сказал один такой, один из разов посещения старца Николая был связан с пророчеством, когда он посмотрев на нас сказал, ну, и кто из вас двоих будет архиереем? Не знаю, как будет дальше судьба отца Мефодия, но это сбылось на мне, по крайней мере. Было также искушение наше внутреннее семейное. Семья была очень такая дружная, и наше воцерковление родителями вначале было воспринято с трудом большим, они не понимали, ну, вы можете ходить в храм, но зачем вам полностью менять жизненный путь, у вас уже есть профессия, у вас какие-то открываются там варианты научной работы, зачем вот так кардинально все менять, и были некоторые дебаты внутренние, в том числе с папой, покойным ныне Анатолием Викторовичем. Где-то мама была поспокойнее, но тоже где-то у нее возникали вопросы, почему произошло такое резкое изменение жизненного какого-то направления. монархием тоже приезжала к старцу Николаю выражала свои сомнения, но старец Николай сказал ей монахи, монахи, монахи. Не сомневайся, не сомневайся. Я вот знаю, что в каком-то смысле еще когда вы только родились с братом и уже заведующая она невольно произнесла пророчество о будущем могли бы рассказать об этом. Ну да, это было время, когда еще не было аппаратов УЗИ, а знакомый родителей работал в клинике Отто на Васильевском острове, и он был таким известным профессором, доктором, и он, слушая фондоскопом живот мамы, слышал только одно сердце и говорил ей, ну смотри, у тебя один ребенок и такой большой живот, как ты будешь рожать? Садил ее, посадил ее на диету, ну а какая-то, кстати, практикантка была, которая ей показала, что два сердца, ну куда она против профессора, она даже не озвучила, она только маме сказала, а мне показалось, что два, да, но, тем не менее, когда родился будущий отец Мефодий, врачи просто ушли, а мама стала звать уже врачей, что там еще есть ребенок, это родился я минут через 20, с некоторыми сложностями, там уже произошли некоторые моменты, что пришлось меня электрошоком, первый вздох, чтобы я сделал, и мама немножко переживала, хотя она рассказывала, что у нее было какое-то внутреннее спокойствие, необъяснимое, она почему-то верила, что все будет хорошо, хотя вот период, сколько я не дышал, там мог привести к некоторым последствиям, в том числе церебрального паралича или какие-то повреждениям, ну вот, поскольку врачи понимали, что мама волнуется, заведующая пришла и сказала, не беспокойся, твоей Кирилл и Мефодий в порядке. Ну, нас так не назвали, не назвали, да, назвали по-другому, это уже в монашестве открылось, что это действительно через нее было некое такое, можно сказать так, дерзновенное пророчество, да. И ведь в монашестве тоже специально-то никто эти имена не думал, что они будут. Нет, не думал, была даже другая история, отец Мефодий попросил ректора тогда епископа, ныне митрополита Константина Петрозаводского, о именах, связанных со святыми близнецами, но это не Кирилл и Мефодий, да, это святые в Риме есть, Гервасии и Протасии, там трое мощей, Амбросий Медиаланский, Гервасии и Протасии, мощи первого века мучеников, которые были учениками апостола Павла и были обретены через откровение святому Амбросию. Вот мы не знали других святых близнецов, и вот у отца Мефодия родилась такая мысль. Владыка сказал, я подумаю. Ну, у Владыки, как потом нам открылось, были другие мысли про других святых братьев, не близнецов, но святых. Но оказалось, что все-таки в конце концов, мы не озвучивали про Кирилла и Мефодия, и он про них не думал, но все-таки Господь привел к тому, что нас все-таки Владыка решил назвать Кириллом и Мефодием, исполнилось слово той заведующей кафедры. А мама как уже отнеслась к этому, когда вы постриг с этими именами? Ну вот она как раз, когда отец Мефодия озвучивал, и она сказала, нет, лучше уж, как вот тогда заведующая сказала. так что мамина благословение исполнилось. И ведь мама тоже постриг приняла. Да, но она, надо сказать, приняла постриг безусловно по своему собственному желанию, но в первое время они с трудом могли принять наше монашество, но постепенно они выцерковились. Конечно, вот это благословение отца Иоанна очень помогло. Если бы мы ушли просто в какой-то монастырь, то и для родителей было это намного труднее принять, все-таки, когда дети в учебном заведении. Кроме того, у нас там исповедовал такой тоже непростой исповеднической жизни архимандрит Кирилл Начес, который был духовником апархии, убеленный сединами старец, и первые исповеди мама и папа прошли у него. Им, конечно, было легче. У них было некоторое определенное искушение, казалось, что на наш выбор очень сильно повлиял отец Иоанн, что он чуть ли не сагитировал нас в монашество. Но это было неправдой, но искушение мысленное было. Собственно говоря, отец Иоанн никогда никого не агитировал в монашество, и это был наш собственный выбор. Но доказать это было невозможно, и некоторая духовная преграда существовала. Потом они поняли, что это было искушение, очень полюбили отца Иоанна, они всегда его уважали, но вот именно таким личным доверием, чтобы обсудить какие-то свои внутренние проблемы, они проникнулись позже. А папа, значит, тоже обратился. Да, да, он много, они и венчались, когда мы учили семинарии, папа много молился, молитвы Иисусовой, будучи уже болея последние годы. И надо сказать, что незадолго до своей кончины он оставил такое завещание, некое, наши помощники, послушники сняли на видео это слово, ну, человека, я бы сказал, который глубоко погрузился в предание церкви, так что мы об этом очень рады. Ну, а мама со временем, уже после смерти папы, было время, когда она говорила, монашство, это не мое. но прошли годы и живя при нас, вот при той общине, которая сформировалась вокруг нас, уже когда мы из Академии перешли в Ирису, она как-то раз спросила, а вы не будете против, если я приму монашество? Мам, не только не против, мы будем только рады, потому что это как-то по всем параметрам, по всем внешним, да и внутренним каким-то, скажем, контексту нашей жизни, оно как-то подразумевается, что значит у тебя есть внутреннее принятие нашего выбора, собственно, ты нас вырастила, папа уже ушел в мир иной, но это прекрасная традиция, еще на Древней Руси существовавшая окончить свою жизнь монашестве. Да, это, конечно, милость Божия, утешение, такое даже еще, надо увидеть, что родители по тому же пути. Да, это большое поддержки. Владыка, я вот в такой попутный вопрос задам, он может немножко выбивается, но все-таки ведь выживут политехнический институт, я уже говорил, то, что это учебное заведение, которое всецело к материи обращено, к тому, что вот пощупать, потрогать, что-то чисто, то, что не связано с духовным миром, не является ли это вообще препятствием, препятствием для постижения духовного мира, когда человек погрузился в такую материальную науку, или наоборот, оно помогает как бы структурировать сознание, умеете работать, аналитическое сознание. Кстати, у вас же потом впоследствии уже докторская, богословская диссертация материи была посвящена. Так вот, или вы как-то учли то, что раньше изучали? Вот как это соотносится вообще к изучению материи с духовной жизнью? Ну, вы знаете, я думаю, что как кто-то, сейчас не припомню, кто из великих ученых говорил, что тот, кто только начинает заниматься наукой, ему кажется, что наука и вера это вещи противоположные. А тот, кто погружается в науку глубже, тот понимает, что вера имеет полное основание. Недавно вот на одной конференции был доклад одного нашего академика геологических наук, диакона, сейчас уже священника Сергия, вот сейчас не припомню фамилию, он клирик нашей Санкт-Петербургской епархии, он процитировал одного ученого, который сравнил подвиг ученых с альпинистами скалолазами, которые карабкаются по отвесным скалам, с большим трудом, трудом и потом достигают каких-то научных открытий. И вот они, говорят, эти ученые в какой-то момент, такие вот естествознания испытывающие, поднимаются уже на самую вершину, с трудом уставшие, утомленные вдруг видят, что там сидят богословы. А мы здесь давно уже сидим. Добравшись до самых основ бытия, через исследования естественного окружающего нас мира, ученые подчас, не подчас, подчас своей жизни, но очень часто, все-таки большая часть ученых людей люди верующие, редко кто из них бывает атеистом. Но в советское время это скрывалось, и поэтому казалось, что тезис такой неопровержимый, наука и вера это вещи противоположные, на самом деле оказывается не так. И даже в основании нашей кафедры и нашего факультета физико-механического и кафедры, на которой мы учились, механики и процессов управления, один из основателей был такой Александр Александрович Фридман, который был крещенным православным человеком, похоронен у нас на Смоленском кладбище в Петербурге, он переписывался с Эйнштейном и обличил его в некоторые ошибки, когда наш папа в свое время тоже любил, и многие ученые любят говорить, ну что такое гуманитарные науки, это все вот так, вода, там скажешь так, скажешь так, как это все проверить, эмоции, там какие-то впечатления, а вот математика, физика и науки точные, формула ошибся, сразу понятна ошибка. Но Эйнштейн, когда применил свои уравнения теории относительности ко вселенной, сыграл здесь определенный человеческий фактор, он получил динамическую вселенную, это ему не понравилось, он вернулся к исходным уравнениям, ввел там определенную константу и получил то, что хотел, статическую вселенную. Александр Александрович Фридман писал ему в начале 20 века, по-моему, в 1915 или 16-м году, что господин профессор, вы допустили ошибку, это неправильно. Вначале Эйнштейна отрицал, но потом признал свою ошибку. И, в общем-то, он явился одним из родоначальников той теории, которая потом получила название теория большого взрыва. По большому счету, она очень близка к сотворению из ничего. И, в общем-то, мы понимаем, что наука, она действительно помогает человеку при условии, когда человек трезво относится к способностям своего ума. Ну и мы знаем знаменитое сократовское «я знаю, что ничего не знаю». То есть, кто-то гуляет среди ученых, верующих, знаменитое сравнение, что пока человек знает мало, это можно сравнить с кругом небольшого, небольшой окружности. Площадь соприкосновения с непознанным очень маленькая. Когда человек начинает знать очень много, площадь соприкосновения с непознанным возрастает на порядке. И человеку тогда не так легко самоуверенно утверждать, что он вот уже совершенно пришел к каким-то основам бытия, что он все изучил и все понимает. Он все больше понимает, что этот мир характеризуется все-таки таким качеством, как непознаваемость. Как бы науки не развивались, они разбиваются на все более узкие сферы знания, и тем не менее научный материал для исследования не уменьшается, а только увеличивается. Поэтому во многом наука даже и помогла, и помогает до сих пор. Подчас самый простой пример. Приходит ко мне мальчик, юноша, последние классы школы средней, говорит, мой друг неверующий. Я говорю, ну, приводи его, поговорим. Начинаю с ним говорить, и начинаю с самолета. Говорю, вот летит самолет, смотри, подчас многие десятки тонн, какие-то самолеты больше, чем 100 тонн. Вот его же, говорю, что держит в воздухе? Мальчик говорит, не знаю. Так, воздух его держит. Он говорит, ты понимаешь, что воздух, как это, ну, давай подумаем, как воздух может держать 100-тонную машину? Говорит, я не знаю. Ну, так, если ты даже в этом не разбираешься, что ты можешь сказать, что ты про Бога знаешь? Ты даже тут не понимаешь, что говорит, ну, он начинает что-то гадать, говорить, говорю, да нет, нет, это не как ракета. Ракета поднимается вверх от выброса сгоревшего топлива, а у него-то все его турбины направлены в горизонтальном направлении, а что его, да, это помогает ему двигаться в горизонтальном, а вертикально, что его держит? Почему он не падает на землю? Я не знаю, говорит, воздух, ну, как может воздух держать такую машину? Ну, он немножко смирился в своем таком дерзновенном юношеском порыве, что он знает основы бытия. Владыка, вот, когда вы учили в семинаре академии, то, может, тоже вспомнится еще какие-то подвижники или вот старицы. Я вот где-то встречал, что была монахиня, у которой в Ленинграде вся семья погибла, она потом к смерти относилась совершенно по-особому на самом деле. Царствие небесное была такая и есть, мы верим, душа ее жива. Мария Дмитриевна Данилова, вся ее семья действительно погибла во время блокады и похоронена на Охтинском кладбище в Петербурге. Мы, когда были студентами, мы стали ее посещать. Отец Анна ее знал и называл ее Старицей. Надо сказать, что жизненный путь ее весьма непростой, вот вся семья погибла. Когда мама уже умерла, она лежала рядом с ней, ложилась спать рядом с ней, еще юная девушка, говорит, я не могла поверить, что мама тоже умерла, но, а поскольку истощенное было тело, то она не разлагалась, ну, мама и молитвенница была. Действительно, у них была очень верующая семья, очень боговейная к всем церковным правилам, к молитве. Спасли ее какие-то монахини, которые пришли и сказали, Машенька, надо хоронить. Я так чувствовал, что я могла бы, наверное, сойти с ума, если бы дальше это продлилось. Ну, и, в общем-то, она всю свою жизнь посвятила служению церкви. Так-то внешне она работала медсестрой, военной медицинской академии многие годы, но все свои какие-то средства, то, что у нее оставалось и время, она тратила на посещение разных подвижников благочестия и различную помощь им. в том числе в том числе в этой же могиле, где похоронена вся ее семья, похоронен вот не знаю фамилию, но некий монах Стефан, который прошел 30 лет лагерей, тюремы лагерей, он пришел к ней умирать, она его посещала, он жил где-то в какой-то маленькой келейке где-то Тверской области, такой совсем сарайчике, но перед смертью она, вернее, она привезла его, чтобы он ухаживать за ним, но он же в ее квартирке и умер. Но это был человек, который претерпел страшные гонения, издевательства, он рассказывал, что в лагере заставляли пить разведенный, ну, очень слабо разведенный в воде куриный помед, либо ты пьешь, либо тебя прикладом бьют по голове, а этот помед прожигает кишечник и желудок, он весь был поврежденный вот этими тяжелейшими годами гонений и испытаний, жесточайшим, не всегда, но нередко жесточайшим отношением конвоиров и вот этих мучителей, таких коммунистических фанатиков, как их можно было бы назвать, озлобленных, может быть, кто-то из них и правда считал, что эти люди враги народа, но, безусловно, они были люди одержимые, которые издевались над заключенными. Также у нее, но уже сама к ней пришла блаженная Наталья, это, конечно, дело отдельного большого труда собрать бы сведения об этих подвижниках. Я вот только помню то, что она рассказывала, что эта блаженная жила тоже где-то в Тверской области, бегала босиком, и вот она ни разу не была в Ленинграде, в Петербурге, но перед смертью нашла ее адрес, сама пришла к ней, вот просто по наитию Духа Святаго. в общем-то, других еще некоторых подвижников она так всячески как могла поддерживала их существование. Про блаженную Наталью она рассказывала, что она однажды, живя на окраине деревни, стала кричать «Ох, сейчас отпою! Отпою, Никита Сергеевич, отпою!» и местные, а какие-то ее люди, которые ее знали, говорят «Наташенька, молчи, ты что, ты что, сейчас тебя арестуют, не кричи так громко!» «Нет, так отпою, что больше не встанет!» Через несколько дней пришло известие, что он снят с поста генерального секретаря ЦК ВПКБ, ВКПБ, то есть перестал быть правителем нашего государства. Ну, как вот она могла это знать, находясь в глухой деревне, где-то в Тверской области. Дух Святой открывал подвижникам и давал им силы пройти вот эти тяжелейшие испытания, сама она, потеряв и всех близких, и потеряв вот этих подвижников, кому она служила. Часто она бывала и в Печорах, общалась и с тамошними старцами. Она была человеком, который действительно ожидал, я говорю, я ожидаю смерть как Пасху, для меня это Пасха. Она была очень такая молитвенная, и надо сказать, что было яркое чудо, у нее, она сохранила многие иконы, ей приносили, она сама собирала многие храмовые иконы, которые в период перестройки сумела раздать в разные храмы, монастыри. Но что-то у нее еще оставалось, однажды у нее случилось очень большое испытание, когда какое-то некачественное лампадное масло почти взорвалось или, в общем, оно вылилось на бумажные иконочки, которые лежали на столе в молитвенном уголке, возник пожар, с трудом потушили этот пожар. Она, по-моему, где-то вышла в магазин в этот момент, тоже это была милость Божия, но вот портрет монаха Стефана, который висел рядом с иконами, он остался целым. И пожарный, пожарный. Сотрудник вот этой пожарной команды подошел и сказал, бабушка, а это что за дедушка такой? Все сгорело, а этот портрет, ну, сгорели толстые, там была одна икона вообще вот такая толстая, выгорело все. Как он здесь? Ну, это монах Стефан, он новомученик и исповедник. Он говорит, ну, я говорю, этот человек, профессионал, он не мог понять, как вот эта бумажная фотография в этом огромной, в огромной температуре не только не сгорела, а не скукожилась, просто не превратилась во что-то, чтобы сохранила свой оригинальный вид. Значит, пожарникам тоже надо к Богу обращаться, чтобы поглубже понимать происходящее. Владыка, вот, конечно, много, наверное, было, да, и подвижников, и старцев, с которыми вы встречались, а у вас же даже кандидатская диссертация по окончании Академии Духовной, она посвящена была именно старческому служению, и вообще вот старчество, что вы могли бы сказать, вообще, что такое вот старчество, да, и может быть, тоже какие-то примеры еще из того времени. Да, тема, это, кстати, мне тоже отец благословил выбрать, так бы, может, я не решился, но он сказал, напиши про старчество. Конечно, старчество мы понимаем как служение пастырское, хотя оно принимало разные формы, зачастую старцами и старицами были люди, не имеющие священного сана. Собственно говоря, у Климента Александрийского старцем, у Герон, называется сам Господь Бог. Это старец, то есть он здесь отсылает нас к тексту книги пророка Даниила, где говорится о ветхом дняме, сидящем на престоле, как образ Бога, который, конечно, не имеет возраста, он живет вне времени, вне пространства, но в этом смысле он может быть назван самым мудрым, имеющим полноту даров, всеведения, знания и всемогущества, и в то же время он является педагогом, воспитателем душ человеческих, как и Адаму и Еве, он дал изначально не только полноту блаженств, но и определенное духовное задание. Работать на земле рая, работать над своей душой, в том числе воздерживаться от одного лишь только дерева. Это была заповедь, которая была нацелена на воспитание послушания. И, конечно же, мы понимаем, что все земные старцы и старицы имеем только образ небесного старца. так же, как святой апостол Павел в послании к Эфесиным говорит, «Преклоняю колено сердца моего перед Отцом Господа Иисуса Христа, от которого всякое Отечество на небесах и на земле именуется». Вот всем протестантствующим, секстантствующим, кто говорит, что почему у вас в церкви священников называют отцами, можно их отсылать к посланию к Эфесиным третья глава, апостол Павел объясняет, что Отечество, конечно же, то, что мы носим имя Отца или кто-то становится, достигает достоинства старца, Отца духовного, это все только образ, конечно же, небесного Отца. Но такое право в церкви общепризнано и на Вселенских соборах в том числе. Обращались к опыту предыдущих отцов церкви, которые сохраняли основы веры и жизни христианской. Конечно же, много рассуждений написано о том, что старчество в основном развилось в монашеской среде, но все-таки можно видеть, что все уставы монашеские, они обращаются к образу Господа Иисуса Христа и апостолов. Для всех монашеских общин и уставы Василия Великого и Пахомия Великого и первые все монашеские уставы, они берут за образец жизнь апостолов рядом со Спасителем, а также образец первой христианской общины, которая описана в деяниях апостольских, что у всех было одно сердце, одна душа. И понятно, что сама проблема, само старчество связано и с проблемами, потому что бывает, что люди берут на себя служение старца, не достигшие действительно той меры, которую имели действительно настоящие старцы, и в связи с этим было даже синодальное решение еще при Патриархии Алексеи Втором о младо старцах, действительно о желании подчас священника слишком, скажем, продавливать какое-то свое мнение или настаивать на каких-то своих решениях в судьбе человека. Здесь в этом смысле мы можем обратиться к примеру тех старцев, которые может быть многими и не были бы принятыми за старцев, как Иоанн Кронштадтский, Алексей Мечов, это люди в священном сане, но не монашествующие, жившие посреди мирской суеты, один Петербурга, другой Москвы, но оба достигшие больших благодатных, великих благодатных даров от Бога и имевшие вот этот пастерский дар, пастерство, руководство человеческими душами. Это, конечно, главное в старчестве познание воли Божией о человеке и умение человека вести к этой воле Божией, потому что, если мы возьмем батюшку Иоанна Кронштадтского, очень яркий пример из воспоминаний его духовной дочери Екатерины Духанина. Духонина. Духонина, Духонина, да. Она, потеряв своего мужа, занималась спиритизмом. Ну, богатая женщина, генеральша, у нее не было чем заняться, и сильно тосковала по мужу, увлекла спиритизмом, записывала целые тетради каких-то откровений. Бачка Иоанн Кронштадтский, когда впервые ее увидел, сказал, послушай, не очень это хорошее дело. Прошло время, когда она доверилась отцу Иоанну Кронштадтскому как духовному отцу и наставнику, и вошла в какой-то строй церковной жизни, которым хоть чуть-чуть прикоснулась к тому строю жизни, которым жил Бачка Иоанн, которому он призывал христиан православных исповедоваться, принимать святые тайны часто. Тогда он уже сказал ей, это бесовщина, чтобы я больше об этом не слышал. Вот удивительно, удивительная пастырская деликатность от святого Иоанна. Если бы он при первой встрече сказал ей эту правду, она бы ни за что бы его не послушала. И сказала бы, что и других священников она слушать не хочет. Они мне говорят, в этом моя жизнь, они мне говорят, что это бесовщина? Ни за что, никогда я не пойду в храм, чтобы меня оторвали. Она даже не могла понять, на что это заменить и чем это заменить и куда идти к каким-то людям, которые я их не знаю и что они меня научат в жизни. Вот такая удивительная пастырская чуткость, она была и, конечно, у всех старцев. Отец Алексей Мечов, сегодня вот память святого Алексея Человека Божия, это был его День Ангела. И надо сказать, что в этом году еще будет скоро тоже юбилей 130 лет со дня его священнической хиротонии. Его рукоположили в 1893 году, в этом году 130 лет. Буквально вот грядущую субботу это будет тоже его память, его хиротонии. Он тоже был человеком очень-очень деликатным, знавшим меру своих прихожан. Для кого-то он был такой мудрый, добрый, священник, могущий дать добрый совет. Для кого-то он стал руководителем в подлинном смысле старчества, как это понималось монашеской традицией, когда человек приходил на откровение помыслов. И тоже отец Алексей постепенно возводил своих духовных чад. Кто-то из них начинал с того, чтобы просто внешне послушаться, приходить почаще в храм. Но доходил до того, что отец Алексей мог сурово обличать за какое-то даже просто малое нетерпеливое движение души, не выраженное внешне никак. Но вот это малое внутреннее возмущение, нетерпение, которое человек открывал на исповеди, на откровении внутреннего своего состояния, в определенный момент отец Алексей мог это как бы не замечать. А в определенный момент, когда человек созревал для этого, он уже ему показывал, ну смотри, это вот так и так и так, это безобразие, это духовное уродство, ты не имеешь на это права. И приводил человека к искреннему сокрушению о своем состоянии. В то время, когда человеку могло казаться, один священник описывает, мне иногда казалось, что отец Алексей рассказывает какие-то странные истории, непонятно зачем, но мне это рассказывает, что это такое, какое это ко мне отношение имеет. Но потом оказывалось, что через какое-то время человек осознавал, что это непосредственное отношение к нему имеет. Но ему тоже нужно было время для того, чтобы это осознать. Но здесь была и деликатность отца Алексея. Он говорил это так, что это было понятно не сразу, и человек, может быть, даже опытный, даже имеющий священный сан, не всегда мог сразу это понятие принять. Но, наверное, еще замечательная история, хотя в ней есть для меня еще некоторая не совсем такая неясность в каком-то отдельном моменте, но сейчас я это поясню. Но в плане пастырского окормления был такой случай, когда один священник, бывший духовным сыном отца Алексея, уже в начале 20-х годов, это начало таких жестких гонений, попытки отнять церковные ценности под предлогом голода и так далее. В тот момент, вот что для меня остается сам ясно, в разных источниках я видел разные оценки, что заставляли священников подписать. Коммунистическая власть требовала от них подписать то ли какую-то анкету, то ли какое-то обещание. Я вот в разных местах читал по-разному, либо это было обещание не говорить на проповеди, что-то политические темы не затрагивать. То ли это была какая-то анкета, связанная с положением святейшего патриарха Тихона, он был под арестом. Сейчас вот надо какое-то определенное исследование понять, что это было. Но духовная дочь этого священника пришла к отцу Алексею и спрашивает батюшка, отец Константин спрашивает, как ему быть, подписывать или не подписывать. Он сделает, как вы благословите. Отец Алексей сказал так, я подписывать не буду, но ты ни в коем случае не говори ему, что я не подписал, потому что он тогда тоже не подпишет. А сейчас еще не пришло время его исповедничества. У него семья, дети, прихожане. Ему надо еще свое служение продолжать. Сейчас еще не то время, пускай подпишет. Но ты потом ему скажешь, когда я уже умру, пройдут какие-то сроки, ты скажешь, что я не подписал. Но это больше важно для коммунистов, чтобы они знали, что мы не все делаем так, как они приказывают. И таким образом он очень мудро направил своего духовного сына на дальнейшее служение, но при этом сохранил позицию исповедника. Возможно, это даже две разные истории, потому что в другом описании говорится, что он говорил о нескольких священниках и говорил, что вот я не могу, у меня от Бога нет извещения, нет благословения на то, чтобы заставить их подписать. Не могу их насильно вести на путь мученичества. Я не подпишу, им не будет, смысл его слова был такой, что это не будет для них каким-то тяжким грехом, против которого я должен кричать им, что вы не должны этого делать. Такие очень деликатные моменты в пастырском окормлении, конечно же, напоминают о том, что настоящее старчество, настоящее духовное наставничество, которое имеет дары Духа Святаго, оно, конечно, коренится в даре любви Христовой, которая может обличать и должна периодически обличать, но способ обличения, время и место это дар Духа Святаго, потому что подчас, говоря слова правды, священник может нанести огромный вред. И эта правда должна быть сказана в свое время, в определенном тоне, в определенном мере подачи, потому что это может оказаться скальпелем, который не исцелит, а если не убьет, то тяжело ранит человека, хотя это правда. Владыка, ну вот вы, получается, за годы учебы как раз и монашество приняли, и потом и священный сан вместе с братом, причем так получилось, что вы посвятили себя с братом еще детской миссии, что очень так вот необычно, что вы же именно монахи, но при этом стали просвещать детей. Ну да, но тут надо сказать, что это была не наша инициатива, студенты нашей духовной академии в Петербурге стали ходить, активно посещать один детский интернат, потом второй, и надо сказать, что эта деятельность была на удивление такой еще положительной в плане того, что там существует такое межвузовское общество Покров, куда входят вузы и светские, и вот некоторые студенты из светских вузов, попадая вместе с семинаристами вот на такое социальное служение, прикасаясь даже к нему, и имея возможность увидеть семинаристов со стороны, вне храмового пространства, просто в такой обычный, пока они едут туда, общаются с детьми, обратно, для них, для многих это было очень такой, ну, простой и такой какой-то естественной ступенькой для прихода в храм. Потом, почувствовав, что это обычные люди, такие достаточно доступные, открытые, могучие, отвечать, способные на все вопросы, им потом вместе с ними прийти в храм было совсем по-другому, они могли уже делать эти шаги, имея рядом почти, ну, практически товарища, друга или хорошего знакомого, с которым можно сделать эти шаги, спокойно спросив все, что ты хочешь. Вот без этого человеческого контакта личного, им бы это сделать было намного труднее. Было много примеров прихонящих храм студентов, которые были далеки от церковления именно вот через такую социальную деятельность, в которой они знакомились друг с другом, не только с этими детьми-сиротами, но друг с другом. Ну и, в общем-то, постепенно это движение развивалось, а мы, поскольку достаточно плотно общались со студентами, то, естественно, они нас просили, когда привозили детей в академию, что-то им рассказать, кого-то покрестить, с кем-то провести какое-то время, как-то пообщаться. Постепенно возникала мысль о том, что у ребят, прежде всего, даже не у нас, что надо бы все-таки каких-то из детей прямо-таки надо спасать, потому что они в условиях детского интерната, детского дома, они... Ну, все получают много, конечно, отрицательного, но некоторые из них, они просто в таком состоянии, что их надо просто отсюда выдергивать. И здесь как раз помогли прихожане отца Иоанна, некоторые пожилые женщины, началось с них, которые были тоже вначале волонтерами этого движения, а потом стали первыми опекунами для таких детей. Ну и, в общем-то, оно развивалось, мы когда периодически спрашивали советов у отца Иоанна, а надо сказать, что у отца Иоанна был опыт двух или трех семей, которые полностью развалились после того, как взяли таких детей. Не сразу, прошло время, и в подростковом возрасте эти дети, вот, три таких или два или три ярких негативных, скажем, образа, когда люди начинали за здравие, окончалось за упокой, что называется, ну вот, ребенок оказывался среди приемных мамы и папы, и возникали скандалы, разные оценки, разные мнения, перенапряжение, какая-то из семей или две этих семей обе развалились, просто разошлись отец и мать, и ребенок куда-то по своим стопам пошел, поэтому у нас возникали сомнения, насколько вот эта идея опекунов, насколько люди будут психологически способны, если два-три примера были негативных таких, будет ли благословение на это, но на удивление отец сам благословил, а еще больше мы уделены были, когда возникла идея своего детского приюта, он сказал, что это дело Божие, и потом уже размышляя и с ним как-то какие-то комментарии получая, комментарии, мы поняли, почему он это благословляет, потому что здесь не просто вот папа, мама и такой сложный ребенок, а здесь некая община, священники, студенты, волонтеры, опекуны, целое вот такое пространство, человеческий социум, в котором не возникает вот такого жесткого конфликта двух-трех личностей между друг другом, он как-то разбавляется через присутствие других людей, и оказалось, что и был человек точно так же выцерковившийся, который не был студентом, но которого ребята встретили, который выцерковился именно через общение со студентами, он был достаточно состоятельным, он как раз вырец и выкупил землю, построил большой дом, это Андрей Евгеньевич, такой наш друг и помощник, честно говоря, когда все это начиналось, трудно было себе представить, что такое может быть возникнуть, все студенты бедные, романахи при академии зарплаты тоже маленькие, то есть что-то купить и построить большой дом, но это казалось нереальным, просто были как мечты некоторые, про которые отец сказал, что это возможно, но как это получится, это было немыслимо себе представить, но Богу свои пути, и Господь так устроил, что этот центр приемных семей сейчас существует, вырится, сейчас там уже более 50 детей в нескольких семей, конечно, не все просто, но все-таки разные судьбы детские, разные судьбы тех, кто выпускается оттуда уже после опекунского кормления, кто-то у кого-то жизнь складывается хорошо, у кого-то сложно, но тем не менее это благословение работает, и во многом мы видим здесь еще такую параллель с тем, что в годы Великой Отечественной войны в Ирице был детский концлагерь, куда свезли детей со всей Ленобласти, они там работали на тяжелых работах, многие погибли, и вот может быть батюшка Серафим Выриский в то время живший в Ирице в частности вдохновлял прихожан верующих жителей помогать этим детям, насколько это было возможно, и мы подумаем, что это его благословение, но дерзаем и молитвенно просим, чтобы это благословение продлевалось на вот этих новых детей, новых страдающих. Одна из первых девочек Ани Яковлева, она чуть не погибла, потому что она была в очень трудном неврологическом состоянии, воспитатель среди 20 других детей просто не мог с ней справиться. Даже когда ее взяли уже на руки в опекунскую семью, женщины, помощницы должны были меняться через 4 часа, они больше не выдерживали. Это один на один или трое одновременно с этой девочкой. Но представьте воспитатели в государственном детском доме среди 20 детей. Это было невозможно. Ее стали закалывать уколами, чтобы она просто была как овощ такой. Но вот через такое опекунство удалось ее спасти. Ее поведение тогда и поведение сейчас она пишет иконы. Это просто как небо и земля. Да, это что-то уникальное на самом деле. Но тут видимо Господь благодатью своей преображает душ таких детей. А они там получается, то есть это не просто детский приют, а это дом, где какая-то особая забота. Но там теперь уже несколько домов и он называется именно центр опекунских семей, потому что это не просто детский дом, где есть воспитатели и дети. Все дети распределяются по семьям. Но это с одной стороны через государственную систему опекунства и какая-то финансовая поддержка для этих людей от государства дается. Но и духовное окормление со стороны и сестер, которые там сейчас собрались, монахини, они помогают и мы, и другие священники окормляют их. Где-то и психологов приглашаем, и каких-то специалистов по тем или иным каким-то вопросам. Ортопеды там, логопеды. Тут приходится много вкладываться в этих детей, конечно же, у них в основном и физическое, и психическое здоровье повреждено. Там, в общем-то, разные активности есть, но учатся они кто-то в специальной школе. Своей школы пока нет, там строятся школы, но вопрос, будет ли она все-таки больше, еще решается вопрос для обычных детей, прихожан, и там какие-то кружочки, кружки специальные для детей-инвалидов. Больше мы склоняемся к этому, потому что все-таки открыть свою школу для детей с, скажем, с особенностями, это очень сложно. Это требует огромного штата и огромных финансов, это очень сложно. Я вот просто слушаю и удивляюсь, почему, потому что тут ведь надо очень много такой организаторской работы, постоянного личного внимания, это же тоже ведь нервная система. Я поражен, что еще вы при этом с братом писали докторские исследования, ну, помимо всего остального, что связано с монашеством. Как же удавалось все это совмещать? Ну, здесь, во-первых, благодарность отцу Георгию Преображенскому, настоятелю Храма Казанской иконы Божьей Матери в Ирице, который нас приняв в число клира, в клир храма, предоставил нам возможность служить только по праздникам, а на буднях в общем заниматься вот нашей научно-исследовательской работой. Ну, и, конечно, благодарность самим и волонтерам, и опекунам, потому что они все-таки нас слишком часто не беспокоили. Конечно, мы участвовали и до сих пор даже участвуем в их жизни, но вот именно вот этот социум, эта община, она позволяла во многом, скажем, не быть там на постоянной основе, то есть быть рядом в каких-то сложных вопросах или назревающих проблемах участвовать. И, безусловно, мы их исповедовали и до сих пор стараемся духовно их руководить, но вот такого постоянного присутствия и вовлеченности полной мы смогли избежать. Но я думаю, что это и хорошо в силу того, что, опять-таки, сейчас такое общество, которое, когда видит, что монахи слишком много с детьми, сейчас тоже всякие клеветнические нападки возникают, а здесь женщины, воспитавшие своих детей, они занимаются детками приемными. и, в общем-то, это более женское дело, так непосредственно опекать детей на ежедневной бытовой такой основе. Матушки и сестры тоже помогают где-то по хозяйству, где-то с уроками, так что это сложилось как такой симбиоз. Наш строящийся храм, который находится рядом с домом преподобного Серафима, в котором он жил последние годы жизни, это будущий монастырь, который мы надеемся назвать Свято-Успенский Серафимовырецкий монастырь. Собственно говоря, продолжение традиции до революции в Выреце был Успенский монастырь по дворе одного маленького монастыря из Абхазии. Кроме того, Успение это вообще такой монашеский праздник. Но и он стоит между, скажем, местом, где живут сестры и где живут дети. Даст Бог в этом храме, который будет посвящен, даст Бог в честь Серафимовырецкого, будут собираться на молитву сестры и дети, и их опекуны. Соответственно, в общем-то, такая вот духовная, духовный симбиоз, он будет, даст Бог, продолжаться. Да, и вы даже, уже вот, будучи в новом статусе, не оставляете выриться, заботой. стараемся не оставлять, и, конечно, благодарим своих помощников, которые там вот находятся непрерывно. Владыка, я вот хотел такой вопрос задать. Вы же вот с братом близнецы, ну и, конечно, говорили, какая вот эта связь, такая близкая друг к другу. И, я знаю, ну, даже вот раньше было такое правило, может быть, и сейчас действует, что когда, например, в армию отправились, то положено, чтобы вот в одной часть, чтобы они как можно больше не разлучались друг с другом. А все-таки Господь вас призвал так, что одно время вы в Николугрешском монастыре там и ректором семинарии, и наместником обители, а теперь ректор Московской Духовной Академии. А отец Мефодий, брат ваш, он стал вот ректором, а и наместником Николугрешского монастыря. Но немножко вы, получается, как-то внешне разлучились. Вот как вы это переживаете? Ну, я бы сказал, что переживаем спокойно, потому что, наверное, все-таки возраст уже за 50 лет говорит о том, что невозможно, может быть, надеяться на то, что всю жизнь ты будешь прям бок у бок, о бок. Но мы стараемся сохранять наше духовное единство и размышляем о том, что для монаха в общем-то последование воли Божьей, оно выше всего. Есть какие-то человеческие рассуждения, а все-таки монах, он всегда, мне так казалось, должен быть первым, который готов откликнуться на призыв Божий. Пойди туда, куда потом сам узнаешь, куда. Главное, вот иди, куда я тебя веду. И думается, что, ну, в общем-то, наше духовное единство, оно не повредится от того расстояния. Ну, средство связи позволяет быть, скажем, как-то координировать, сверять часы, что называется, и согласовывать какие-то главные направления жизни, в том числе вырезкой общины. Но во многом все равно мы оба с тех пор, как стали священниками, погрузили и погрузили в жизни прихожан в помощь и детям, и опекунам, и прихожанам. Зачастую это было настолько трудоемко, что потом не хватало даже времени и сил на общение друг с другом. В чем-то даже сейчас в каком-то смысле может быть легче, когда мы встречаемся, есть возможность выделить время, пообщаться на какие-то вопросы, обсудить. А живя рядом бок о бок, зачастую как-то вроде ну потом, ну завтра, потом, ну послезавтра. И зачастую даже какое-то обсуждение могло так откладываться, подчас это могло затягиваться. Поэтому при современных средствах общения, а тем более при молитвенном общении взаимном, я думаю, здесь нет какой-то трагедии. Ну кроме того, думается, что это период какого-то взросления духовных чат, в частности, те, кто находится в вырецкой общине, они в конце концов немножко должны возрастать и где-то исполнять то, о чем было много проговорено на исповедях, беседах, в различных каких-то ситуациях. Теперь, наверное, пришло время им тоже становиться на ноги и где-то воспитывать молодежь уже, исходя из того, что уже им было дано. Владыка, я вот еще такой вопрос задам, но его, конечно, не каждому, может быть, архипастуре задам, но вам я все-таки задам, потому что вы вот упомянули, что именно монашеское направление, это очень чувствуется такое. Да, вот все-таки как вот епископство влияет на, может быть, изменение духовной жизни, но я в каком смысле, тут же может быть и много искушений, что получается епископ, он вот уже, ну, ясно, что он уже над всеми в своем округе. И вот, и потом много, очень много вопросов, то есть, со всех сторон, вот надо это, надо это, надо это. И чтобы вот искушение, ослабление молитвы, а это как бы прорыв других уже каких-то искушений. Вот, как вы можете ответить на этот вопрос? Ну, я бы так сказал, что вот образ жизни как раз преподобного Серафима Вырезкова, что он, будучи в миру, стяжал парадоксальным образом гораздо больше, чем монахи в монастыре, а это видно из чего? Когда он приходит в монастырь в возрасте 55 лет, 1920 год, а через 5-6 лет его не назначают, а вся братья выбирает его духовником. Ладно бы прихожан, да, человек жил в миру, знает, как соединять благочестие с мирскими задачами, но его выбирают духовником монастыря, монахов, которые все жили в монастыре дольше, чем он. Вот этот парадоксальный пример отца Серафима говорит о том, что служить Богу и молиться Богу можно в любых, а он же был купцом, это же очень хлопотное дело, надо заботиться и о всех делах, и подчиненных. Да, и в общем-то, я думаю, что если мы хотим послужить Богу, вот пример отца Серафима говорит о том, что не только внешнее, но и внутреннее служение, оно возможно в любой ситуации. Кроме того, может быть, оно для современного человека в чем-то надежнее, потому что вот и отец Анат Крестьянкин в свое время говорил, что не столько важно, чтобы было длинное, хотя важно, чтобы у человека было постоянное молитвенное правило, келейное, но он очень часто, особенно мирянам, подчеркивал, что очень важно научиться предстоять Богу в обычной своей жизни, потому что есть искушение, когда ты читаешь длинное правило, внутренне, где-то в подсознании определиться, что ну Богу я Божий отдал, сейчас пошел решать земные вопросы. А ведь это неправильно, мы на молитве себя пред Богом поставляем, целый день должны пред Богом себя сверять, как мы говорим, как мы ходим. Вот это вот проверка внутренних каких-то малейших движений своей души должна происходить. Зачастую большинство из нас, даже часто, и будучи уже и монахами, и священниками, или постоянными прихожанами, знающими огромный объем святоотических текстов и мыслей, зачастую люди живут, как будто плывут по течению. надо кого-то наказать, накажем, надо кого-то похвалить, похвалим. А вот опять-таки, как это сделать? Человек чаще всего не просит у Бога вразумления. И получается механическая жизнь, вот такая, которая, собственно говоря, не приближает человека к Богу, а вот именно такое духовное делание, предстояние Бога, это задача любого христианина. И я уверен, даже не кажется, а уверен, что можно в любой ситуации сочетать с любым служением. Ну, в чем-то есть свои особенности, но, безусловно, когда ты к тому же чувствуешь ту ответственность, которая на тебя лежит, что от тебя зависит и судьба человеческая, и тот пример, который люди себе примут в сердце, то это может наоборот тебя возбуждать, потому что надо молиться, чтобы ты не сказал чего-нибудь, что может хоть кого-нибудь оттолкнуть или смутить. Это повышенная степень ответственности. Конечно, этого может и не произойти. Человек, на любом месте находясь, может в каком-то смысле духовно расслабиться и перестать следить за собой. Но все-таки вот эта ответственность, это положение, этот сан, по большому счету, он во многом и помогает, потому что ты осознаешь вот это призвание и дай Бог, чтобы оно так только и возрастало, это чувство ответственности нашей, каждого на своем месте пред Богом. Но это может и помогать. В чем-то это может мешать, когда человек погрузится, может быть, в какую-то уверенность в своих каких-то словах или решениях, а может и наоборот помогать через чувство страха Божьего, что от тебя так может много зависеть и согрешит какой-то просто человек, прихожанин, мало кто на это искусится, хотя тоже другой зашедший в это время храм скажет, а, ну, если здесь такие прихожане, то я сюда ходить не буду. Но согрешит священник, а тем более архиерей, то это даже и невидимо сказывается на мистическом состоянии человека духовном и то, как его люди воспримут, как его люди увидят, а уж не говоря о том, когда это будет каким-то образом публично заметно. Владыка, вам огромная благодарность за то, что так вот побеседовали с нами. Может быть, вы какой-то, ну, пусть небольшой совет, такое наставление всем нашим слушателям, всем, кто смотрит библейский портал Экзегет, скажете, вот, отталкиваясь от тех подвижников, благочестия, старцев и святых, с которыми вы соприкасались, вот, что бы вы пожелали нашим зрителям? Ну, наверное, пожелал бы провести конец поста собранно, не расслабиться в ожидании Пасхи. Зачастую мы, ожидая Пасху, ждем какого-то такого светлого периода жизни, хорошей погоды внешней и внутренней в душе, и зачастую замечая, что из-за этого у людей бывают на Пасху силеные искушения, потому что ожидаемое не совпадает с тем, что оказывается, с чем приходится встречаться. Наверное, вот основное, много, конечно, можно выделять в наследии святых отцов, подвижников, старцев, старец, но, наверное, одно из очень важных, о чем нечасто мы думаем, это, конечно, такое трудолюбие, трудолюбие, которое соединено с двумя главными христианскими качествами. Не трудолюбие механическое, а трудолюбие, связанное с благодарностью и с покаянием. Вот эти два христианских чувства мы должны в себе постоянно воспитывать. Именно в том смысле, что, почему мы трудимся, потому что мы очень благодарим Господа и хотим ответить на Его любовь любовью, но, поскольку мы любви имеем очень мало, то тогда остается нам приложить труды к трудам, чтобы исполнить слово старца Амбруси Оптинского, если в тебе мало любви, делай дела любви, и со временем Бог даст сердце любовь. Но эта благодарность, конечно, усиливается еще, когда мы осознаем, что мы очень много грешны, и мы недостойны, недостойно никогда не возблагодарили, может быть, Бога по-настоящему за все его дары, и в то же время покаяние увеличивается, потому что, если ты понимаешь от благодарного хоть чуть-чуть сердца величия даров Божия, то ты больше каешься за то, что ты их не оценивал и не принес Богу какого-то достойного сыновья, ну, если не достойного, но хоть немного напоминающего на сыновья поведение, на благодарного сына поведение, образа жизни. Вот такой вот совет готовиться к Пасхе, и в то же время не расслабевать, помнить, что Пасху мы вечную будем, даст Бог, если исподобит нас Господь, в вечности праздновать, а здесь мы только репетируем, Господь нас проверяет, и мы не должны забываться, здесь Пасха это все-таки еще репетиция, и наше сердце, оно полно разных искушений и страстей, поэтому Пасху мы празднуем скромно, скромно, аккуратно, вот последнее могу что сказать, был случай, когда прихожане очень громко кричали Христос Воскресе, и один подвижник грустно в алтаре сказал, как тяжело, почему только такое буйство криков, а не духовное празднование, он почувствовал, конечно, ну можно и не грех крикнуть, мы даже восклицаем Христос Воскресе, но когда это переходит в какое-то такое внешнее просто торжество, без внутреннего осознания, где мы и что мы, то это духовных людей может даже огорчить, дай Бог нам не огорчить ни Господа, ни наших духовных отцов, братьев, наставников и самих себя. Спасибо Боже, дорогой Владыка, очень благодарна вам, и, конечно, очень надеемся, что, может быть, еще вы как-то с нами тоже побеседуете. С удовольствием, я вот, братья и сестры, не сказал, что владыка Кирилл принял нас прямо у себя в кабинете, это кабинет ректорский, ректора Московской Духовной Академии, и напоминаем, что мы беседовали с епископом Кириллом Зинковским, ректором Московской Духовной Академии, векарием Святейшего Патриарха Московского Всея Руси. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры, всего вам доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.